Я приветствую всех, с вами канал Автоток. В данном видео я расскажу про универсальный 2.1 магнитолу на платформе Android. Так сказать, по многочисленным просьбам. Что касается ее внешнего вида, она имеет ширину 178 и высоту 100 мм. Ну, стандартный 2.1 размер. Подходит практически ко всем автомобилям с таким размером. И подключение там универсальное тоже, думаю, проблем не возникнет. Вот. Что касается ее, так скажем, дополнительных кнопочек на панельке. Здесь у нас механические они. Кнопка домой, назад, быстрый вход в навигацию. Вот. Крутилка громкости. И имеется даже два слота под microSD карты. Там под GPS и под медиафайлы. Кнопочки имеют свою подсветку. Они регулируются вот с помощью вот этой штучки. Любой цвет можно поставить, какой вам будет по душе больше. И даже можно брутальный, розовый. Вот. Что касается дисплея, здесь он сенсорный, емкостный. Диагональ 7 дюймов. Довольно хорошая цветопередача. Давайте я вам на примере видео продемонстрирую. Картинка действительно сочная. Все цвета видно. Все плавненько идет. Поддерживается большинство форматов видео. То есть можно смотреть с флешки, с внутренней памяти. Вот флешка вставлена. В комплекте идут два USB провода. Вот они. Заднюю панельку подключаются. Вот. И можно смотреть фильмы, слушать музыку. Тут так выглядит аудиоплеер. То есть тоже больше 100 форматов читает аудио. Что касается характеристик. Ну, здесь довольно хорошая конфигурация. Android 7.1.1 платформа. Стандартный 4-х ядерный процессор Cortex-S7. И 2 гигабайта оперативной памяти. Что не может не радовать. То есть магнитол довольно производительная. И лучшие своих аналогов в этом классе. Вот. Ну, давайте по основным характеристикам прошлись. Давайте по функциям. Есть радио. Такое тоже стандартное. Тут частота регулируется. Здесь у нас эквалайзер. Шестиполосный такой. Стандартный тоже. Для любителей настройки, думаю, сгодится. Стоит современный радиотюнер. Хороший прием сигнала. И за счет звукового процессора. Хорошо воспроизводит. На голову лучше, чем стандартное устройство. Стандартная магнитола в машине. Наводская. Вот. Что еще имеется у нас. Поскольку это Android и есть Play Market. Для установки различных приложений. Типа. Более полезных. Или просто развлекательных. Для решения, так сказать, функционала. Так, что еще. Ну и Google Chrome. Интернет-браузер для просмотра страниц интернетовских. Ну, то есть. Можно и YouTube там посмотреть. Либо можно приложение с Play Market и YouTube отдельно скачать. В общем, как угодно. Настройки кнопок руля. С обучением. Тоже очень удобно. Все просто. Разобраться понятно. Bluetooth. Подключается гарнитура Hands Free. Всякие смартфоны и прочие другие устройства. Даже универсальные кнопки на руль можно сюда подключить. Вот. Также есть AUX провода в комплекте. Можно подключить различные аудио-видео устройства. В частности, камеры заднего, переднего, бокового вида. Парктроники. Всякие видеорегистраторы. Вот. И очень полезная штука. Особенно, если в стандартном машине таких камер нет. Можно прям круговой обзор себе забабахать. Чтобы контролировать ситуацию. Особенно, если машина очень крупная. Очень полезно будет. Поможет при парковке. Ну и в целом, может сэкономить даже деньги на ремонте. Из непредвиденных таких обстоятельств. Вот. Так. Подвигатель вам показал. Что еще у нас имеется? Возможность GPS навигации тоже есть. Вот. Тут уже стоит приложение NaviTail. Стандартное. Вот оно. Подключаем GPS-модуль. И, в принципе, все прекрасно работает. Если NaviTail не устраивает, можно поставить другое приложение для навигации. То, что под Android, оно все поддерживает. Так. Что еще? Ну, TARQ-ю программка есть. При подключенном OBD-адаптере. Очень удобно проводить диагностику автомобиля. Всякие характеристики расхода топлива. Ну, еще куча всяких других вещей. Полезная штука. Ну, по большому счету, это все. Самые основные функции я показал. Магнитола хорошая. Вот. Что касается комплектации. Идет само головное устройство. Так вот оно выглядит. Так вот, задняя панелька ее. Тут разные разъемы. Под Wi-Fi усилитель. Это у нас фишки. Универсальные. USB провода. Вот. Что еще? GPS усилитель. Модуль. Антенна. Как угодно. То есть, ей кабельки. Под аудио, под видео. Довольно много их тут всяких. И антенка Wi-Fi усилителя. Ссылка будет в описании на нее. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. С задавайте вопросы. В удовольствии мы ответим на них. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok